Друзья, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео, я думаю, нужно поговорить про Кайр Нарвон. Почему я так решил? Ну, мне кажется, что уже потихоньку этот хайп, эта вся шумиха с новыми советскими танками постепенно укладывается, всё это забывается, ну не то, что забывается, просто шумиха, весь этот хайп, да, он утихает, и слава богу. То есть все вододелы, все ютуберы понаделали видео, да, про это, и у них как бы отложилось в своём сознании то, что, ну вот, я молодец, я сделал. Я как бы тоже обезьяна этого стада, и, можно в кавычках так сказать, и также следую этому принципу. Вот, и я, когда вот Кайр Нарвон только апнули, у меня, можно так сказать, был некий дофинизм, если кто не знает, это безразличие. То есть, ну, апнули, апнули, да, хороший, хороший танк стал, но как-то не играл, и я зашёл к другу на аккаунт, просто у него, ну, танков просто огромная куча, и, наверное, процентов 70 моих видео, которые я делаю, что, ну, о каком-то танке, прежде чем о нём видео сделать, нужно хотя бы немного поиграть, я поиграл и понял, что Кайр Нарвон это просто отвал башки. Я, кстати, видео буду называть его ковёр, потому что, ну, слишком длинное название Кайр Нарвон, и каждый раз его выговаривать неохота. Поэтому мы сегодня поговорим и поймём, что это вообще за рыба, где её ловить и как её кушать. Ну, и по традиции, конечно же, перейдём сразу к истории. История здесь, опять-таки, тоже у меня будет маленькая. Данный танчик разрабатывался с 1944 года в рамках создания нового танка поддержки пехоты. В 1952 году первый прототип прошёл испытание. На вооружении данный танк не состоял. Всего был выпущен 21 танк, некоторые из которых в дальнейшем были переделаны в тяжёлые танки «Кангуэро». Вот что мне понравилось, и разработчики это действительно заметили и в игре, так сказать, произвели, это то, что, ну, всё логически следует. То есть цепочка пищевая, да? Сначала Кайр Нарвон, или как его ковёр или Каен называют в нашей игре, да? А следовательно Кангуэро. То есть, ну, всё понятно, как бы танк чуть старее, его чуть пониже, допустим. Этот танк поновее, то есть его повыше, потому что он уже более усовершенствован, значит, ну, посильнее будет. Вот это, да, действительно хорошо. Если говорить кратко, что у танка есть, у танка огневая мощь идёт в плюс. Живучесть, то есть я имею под этим, понимая, прочность и броню. Здесь, наверное, всё-таки минус, конечно, минус будет. Мобильность у нас средненькая, хотя, наверное, больше плюс-минус. Незаметенность, естественно, минус и обзор плюс. Хотя, если, как бы, для тяжёлого танка, что важно? Это, наверное, я так считаю, конечно же, хорошая пушка и хорошая броня, да? Если вы, хоть, ну, более-менее медленный, но вы танкуете и стреляете, да, он Тай-5 Хэви. Ну, может быть, если бы у него было бы другое орудие, он бы не так нагибал, но мне кажется, всё равно он очень хорошо держит и его не так уж легко пробивать, как некоторые говорят, да? Было бы очень хорошо. То есть нам бы как хотелось, да, не только, допустим, сыр продавать, но ещё и колбасу. Но, с другой стороны, если посмотреть на обратную сторону медали, нельзя и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Поэтому, мне кажется, разработчики, в принципе, правильно сделали то, что они дали этому танку броню. Хотя броня стала чуть-чуть получше, чем была, ну, раньше. Может быть, в некоторых местах даже и не на чуть-чуть, а на очень-очень чуть-чуть. То есть вот такая вот маленькая мини-лекция по данному танку. То есть мы кратенько подвели такой небольшой выпад. И давайте уже поподробнее остановимся на орудии и пойдём постепенно дальше. Орудие, что меня вот здесь просто капец как размешило. Внимание, орудие называется QQF-32-Готовы? PDR, PDR, Gun MK2. Понимаешь, и вот танки были бы живые, такое, подъезжают друг к другу. Блин, а как у тебя пушка называется? У меня БЛ-10, ух ты, да, БЛ-10, наверное, как мочат. А у тебя как? Ой, у меня QQF-32-PDR-Gun MK2. И СУ-150 думает, ух, нифига себе, да? Что вы? Ну, просто, знаете, я понимаю, может, какие-то инициалы, что-то там серьёзное кроется. Но обычный русский Ваня, да, зайдёт, посмотришь, PDR и сразу наша советская, вспомни, точнее, русская, да, нежели тогда советская. Ну, это меня немного размешило. Ну, давайте переходим далее. Боекомплект здесь, 50 снарядов. То есть, вот, что действительно, как бы хотелось выделить, их может не всегда хватить. У меня были такие бои на Каене-Ковре, да, когда не хватало. Потому что здесь уронов 280, ну, и сами понимаете. Если вы стреляете часто, ещё такой будете косорылый, как я, криворукий, не всегда попадать, не всегда пробивать, то снаряды будут просто уходить. Да ещё и любитель поблайндить. Брон пробития здесь. Основным снарядом 220, хорошая, без вопросов, 252 голдой. Конечно, десяток мы спокойно не попробиваем, но с трудом, со скрипом можно. Вот что у танка действительно капец, как офигительно, это скорострельность, это ДПМ. Он, наверное, лучший танк на восьмой уровне по ДПМу, если я могу ошибаться, но мне кажется, нет. Скорострельность 9,23 выстрела в минуту, ДПМ 2584. 2584. Я на этом не остановился, зашёл в игру, всё поставил, даже усовершенствованная забона, то есть инструкции, там всё допаёк. И ДПМ почти 3700. Я думаю, что 3700, там КД 4 с чем-то. Это просто такой отвал башки, что, я не знаю, вам саблей, наверное, её снесли. Это просто аут. Но если даже танк без усовершенствованного оборудования, за 3 ДПМ в лёгкую уходит. И вы сами понимаете, что, блин, у тебя же там 2,100, 2, у вас просто на косарь выше ДПМ, и вы как царь разносите любого. Время сведения 2,3. Хорошая разброса на 100 метров? Не очень хорошая, 0,34. Ну и не такой уж прям плохой. Не сказать, что у танка плохая стабилизация. Что есть, и это в плюс. Это УВН. Пушка опускается вниз на 10 градусов и на 18 вверх. Естественно, безусловно. Плюс от башни можно поиграть, так как сейчас башня более-менее что-то танкует. Прочность 1600, это не 1500 и не 1700, да, как у кого-то КВ-4, по-моему, да, КВ-5, там тоже побольше, да. Ну и не прочность ИСа-3, 1500. То есть, ну, уже более-менее чуть получше. Броня в корпусе. Знаете, если про броню в корпусе говорить, то он пробивается, в принципе, легко. Да, там верхний бронелиз под наклоном, там что-то какие-то там банки, склянки. Без разницы. Вот если говорить коротко, пробивается. И, знаете, там не хочу эти миллиметры каждый раз останавливаться на них. Он пробивается в корпус, и все. Хоть как-то ромбом, не ромбом пробьют, не пробьют, так голдой пробьют. Да, это на все танки, можно сказать. Ну, конь никогда не отличался там какой-то броней, если честно. Ну, давайте. Броня в корпусе 130 миллиметров, плюс там наклон есть, но все равно. Может, какие-то шестые, седьмые уровни отобьет, а так, пиши, пропало. 76 миллиметров по бокам и 38 сзади. Броня в башне 254 миллиметра спереди, 88 по бокам и 88 сзади. Что касается бронебашни спереди, то маска, в принципе, что-то танкует. Также у вас танкует, знаете, выше маски идет такой бронелист под наклоном. Вот он более-менее очень, ну, как, более-менее очень нормально держит удар. Даже тех пушек, которые за 300 миллиметров он иногда может поотбивать. Но пробивается башенька, пробивается чуть левее маски, чуть правее маски и все. Поэтому брони у танка нет, и те, кто говорят, что конь там что-то танкует, ну, мне, наверное, смешно. Хотя, да, если он в топе, если против девяток башни, он может потанчить, я ничуть не против. Но если девятки играют без голды. Если с голдой, то, мне кажется, не очень-то и хорошо все будет. Хотя, если мансовать, то может какой-то плюс и выйдет с этого. Масса у танка 64 тонны, то есть танк массивный. Мощность двигателя 810 лошадиных сил, удельная мощность 13 и 12 лошадиных сил на тонну. То есть это не очень много. Максималка 3-4 вперед и 12 назад. Довольно посредственная средняя. Скорость поворота шасси 24 градуса в секунду. То есть на месте танчик, ну, поворачивается с трудом. Незаметность говорить не буду, потому что танк большой, танк длинный, танк светится. Что есть, опять-таки, для тяжелого танка это как-то не характерно. Это обзор 400 метров и это класс, это можно использовать. Мы не слепой котенок, когда останемся одни, да. Мы не защитник тот же, которого вот продают. И, конечно, я советую покупать, потому что я считаю, это лучший прям танк в нашей игре. Но он слепой, а если взять ковра нашего, то в этом плане он просто то, что на голову, а на все три превосходит. Какие достоинства у этого танка и минусы? Достоинства это точное скорострельное орудие, даже очень скорострельное, с высоким уровнем пробитием. Большая дальность обзора. Неплохая, более-менее, может быть, маневренность, потому что у него хорошее прохождение по различным типам грунтанков. Хоть и максималка не самая высокая, но он более-менее как-то развивается и ездит. Хотя, это знаете, чем танк больше, но у него мобильность чуть меньше, вам будет казаться, что танчик, ну, прям, вот, хорошо скоростной. Те, кто играет на ЕПС, они очень вам это подтвердят прям. Что идет дальше? Крепкий лоб башни против восьмерок и некоторых девят. И хорошие углы вертикальной наводки. Что у танка из недостатков? Это слабое общее бронирование, высокая пожароопасность, потому что вас будет пробивать, танк будет критоваться. Отсюда как раз частые криты боеукладки, маленькая альфа, ну, просто огроменный ДПМ, поэтому этот минус можно перечеркнуть огромным плюсом. И относительно большие габариты. Что на данный танк ставить, то, в принципе, я, ну, как бы, можно два варианта. Если вы любите прорывать, ехать, то это как бы штурмовой вариант, это досылатель, стабилизатор и улучшенная вентиляция. Если вы любите, ну, быть крысой, ну, грубо говоря, в кавычках в игре, да, пострелять издалека ПТшкой, то досылатель, стабилизатор и можно еще просветленку, чтобы, ну, вообще, капец, как хорошо видели. Как на этом танке играть, то Квернарвон это больше тяжелый танк поддержки. У него есть, что? Точное скорострельное орудие. Оно позволит вам эффективно поражать цели на средней и дальней дистанции. В ближнем бою танк очень уязвим, потому что нет брони. Но, что очень хорошо, если вы за спинами или вообще один в один, вы, по-моему, любой танк просто разберете за счет своего ДПМ. Это очень круто. Поэтому следует отметить, что сильно страдает также у коня боевая укладка из-за размещения его во лбу корпуса. Поэтому приготовьтесь водить очень с собой часто. И я всегда советую большой римкомплект, чтобы чиниться гораздо быстрее. На сегодня, дорогие друзья, у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, опять-таки ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok